В отреставрированном здании на бульваре Радищева в Твери, построенном в первой половине 19 века, открыли музей на теплой земле. Он посвящен творчеству народного художника СССР Валентина Сидорова. Торжественное открытие приурочили ко дню рождения живописца, 5 мая. Ему бы исполнилось 95 лет. На мероприятии присутствовала наш корреспондент Наталья Чекет. Жизнь и творчество Валентина Сидорова неразрывно связаны с Тверской областью. Его творческий путь начался в деревне Скопенье Конаковского района. Здесь он провел детство и начал рисовать. Валентин Михайлович прославился как мастер пейзажа. Произведения художника хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, художественных музеях и частных коллекциях в России и за рубежом. А теперь целая коллекция его картин представлена в Твери. Это картины самых разных периодов, начиная с 40-х годов и уже заканчивая нашим 21 веком. В основном это пейзажи, за это его и любят. Поклонников у Валентина Михайловича огромное количество и очень любят в России. И что удивительно, его очень любят в Китае. В пяти тематических залах музея собрано более 90 произведений художника. В первом зале представлено 9 произведений Валентина Сидорова. Второй самый большой по наполнению. Здесь размещены 23 произведения. Третий зал объединяет пейзажи и натюрморты. Четвертый посвящен теме Великой Отечественной войны. А пятый теме детства. Кроме картин, в экспозиции представлена старинная утварь и деревенские прялки. Это личная коллекция Валентина Михайловича. Здесь есть очень интересные глиняные горшки, крыинки. И тоже, что очень любопытно, он собрал огромную коллекцию прялок. Причем прялки абсолютно аутентичные. Их не касалась рука реставратора. Связи со своей малой родиной художник никогда не терял. Здесь он написал, получивший известность работы «Пора безоблачного неба», «День Победы» и одну из самых известных работ «На тёплой земле». В честь неё и назван музей. На полотне изображена бабушка художника, которая сажает рассаду, а за ней наблюдает внучка. «На тёплой земле» — это же самое главное его произведение. Он всегда говорил, что эту картину можно считать эпиграфом ко всему его творчеству. И он много-много раз делал разные варианты этой картины, потому что ему всё время хотелось что-то улучшить. Живописец ушёл из жизни в январе 2021 года. Ему было 92 года. Как отметил внук художника Валентин Горшков, в итоге музей получился именно таким, каким хотел его видеть Валентин Михайлович. Вот это помещение получилось именно таким, и по цвету, и по архитектуре, и по декору. То, к чему он стремился. Все его цвета, все его работы нашли своё место на этих стенах. Музей расположен в историческом здании, построенном по проекту знаменитого архитектора Карла Росси в первой половине 19 века. Участниками торжественного открытия стал губернатор Игорь Руденя, родные друзья и близкие Валентина Сидорова, а также почётные гости. Это легенда советского и российского искусства. Это человек, который оставил огромный след в отечественной культуре. И здесь собраны одни из для него принципиальных и значимых работ. Поэтому открытие этого музея – это большая веха и в жизни Тверской области, и в жизни города Твери. Музей создан по инициативе губернатора Игоря Руденя. Идею его открытия глава региона обсуждал с самим мастером. Было такое великое счастье общаться личностью с Владимиром Михайловичем. Владимир Михайлович – это действительно великий гражданин нашей страны, который всегда воспевал и продвигал всю нашу историю, весь духовный смысл нашего русского народа, нашей российской земли. И для нашей культурной жизни, вернее, Божья и всей России – это замечательный, знаменательный этап, потому что открытие подобного рода музеев в наше время является еще раз утверждением наших традиционных национальных ценностей. В мае музей будет принимать только организованные экскурсионные группы. Но уже начиная с июня каждый желающий сможет познакомиться с творчеством Валентина Сидорова.